Здравствуйте, Алексей Васильевич! В конце ноября Вы вступили в должность мэра Невельского городского округа. Расскажите, пожалуйста, о Ваших первых шагах на этом непростом посту. Как Вы понимаете, что должность мэра Невельского городского округа подразумевает, прежде всего, ну, не прежде всего, большую ответственность за этот огромный фронт работ, которые предстоит выполнить мне на этом посту. Поэтому первый месяц, наверное, ушел все-таки в большей степени на освоение меня на этом посту, вникание в проблемы, в отношения между органами исполнительной власти, знакомство, в конце концов, с коллективом, с городом, конечно, и с районом знакомиться особо не пришлось, как Вы понимаете. Скажем так, федеральный бюджет, в котором мне до этого приходилось работать, он несколько по-другому выстроен, а местный бюджет, бюджет субъекта несколько иной. Первый месяц, наверное, ушел в большей степени на это. Ну и плюс ко всему, все мы знаем, что вот с 25 по 28 или 29 даже включительно у нас работал циклон на юге Сахалина. И поэтому неделя практически ушла на борьбу с этим циклоном из этого самого месяца. Скажите, пожалуйста, а какие-то кадровые изменения в структуре района администрации произошли? Ну, с кадровыми изменениями я сильно торопиться не буду, хотя, конечно, это тоже одно из приоритетных направлений моей деятельности. Как Вы понимаете, как в том фильме, кадры решают все. Сейчас, на данный момент, больших кадровых перестановок не случилось, кроме того, что приступил к выполнению своих обязанностей первый вице-мер, Александр Лепчинович, Дмитрий Генрихович, но это была вакансия, поэтому здесь кадровых перестановок не произошло. Дальше по мере, скажем так, выполнения мной своих обязанностей мы посмотрим. Конечно, свежая кровь не помешает, но большинство, скажем так, сотрудников, как я посмотрел уже за первый месяц работы, прекрасно справляются со своими обязанностями. Большое им за это спасибо. И это видно из того, что Невельский район всегда по всем показателям на лидирующих позициях в области. Скажите, пожалуйста, каковы Ваши планы на ближайшую перспективу? Какие задачи первоочередные Вы ставите? На что будете, прежде всего, обращать внимание? Сейчас, скажем, больших планов я не строю. Мы все знаем, в каком положении находится бюджет Сахалинской области на планируемые 19-20-е годы, поэтому далеко идущих планов мы пока не строим, я думаю, как и все муниципалитеты Сахалинской области. На 2018 год есть приоритетные направления у меня лично. Ну вот, в частности, это та же самая автозаправочная станция или комплекс, который планируется в Невельском районе на 2018 год. В январе заходит к нам инвестор. Мы, наверное, заключим какой-то договор, может быть, рамочный, о намерениях. Посмотрим площадку, где. Ну, это южная часть города уже однозначно. Площадку мы уже подобрали. И, скажем так, если все удастся, и с нашей стороны мы приложим точно все усилия, я думаю, что все автомобилисты города нам скажут большое спасибо за это, включая меня самого. Что касается остальных направлений, которые еще задумывал Владимир Николаевич, будучи на посту, я попытаюсь продолжить это строительство домов, это переселение, но немножко изменилась программа, несколько труднее, что ли, это будет делать в будущем. Вот будет строиться, уже решено, будет строиться девятиэтажный дом, первый в Невельске, значит, на улице Береговой определена площадка, сейчас заходит, значит, инвесторы уже, они были, мы посмотрели, сейчас цветовые решения, ну, в общем. Ну, для Невельска это, конечно, будет такая довольно потрясающая вещь, девятиэтажка никогда не было. Ну, одной из достопримечательностей города она будет точна. А по какой программе это дом будет строить? Это программа арендного жилья, это Сахалинское ипотечное агентство, это будет арендный дом, это для специалистов, которые задействованы в бюджетной сфере, и специалистов, которые, ну, нужны компаниям, которые находятся в Невельском районе. Социальные объекты будут строиться? По социальным объектам мы смотрим сейчас, вот, среди социальных объектов приоритетное, самое приоритетное, это, конечно, набережная на Береговой. Проект уже есть, он разработан еще до меня, я его видел со всех сторон, посмотрел. Замечательная вещь, на самом деле, если мы все-таки получим деньги из этой программы, да, и будем его реализовывать в 2018 году, то это тоже станет визитной карточкой города, причем это недалеко от этой самой девятиэтажки, да, там предусмотрены те же самые бинокуляры, на площадке напротив Сивочи, да, то есть бинокуляры направлены на Лежбища Сивочи, да. Я думаю, что это будет не просто площадка, визитная карточка города, это будет и такой туристической меткой для всего Сахалина. Ну, такие направления, как, допустим, ремонт дорог, которые ежегодно выполняются, будет продолжено? Ну, конечно, безусловно. У нас, кстати говоря, достаточно хороший дорожный фонд, который предусматривает, ну, довольно большие деньги. Сейчас очень много обращений от жителей села Колхозного. Вы знаете, что в Колхозном строится, уже вовсю идет строительство теплиц, довольно большой тепличный комплекс предусмотрен, это Невельский Агроснаб компания, там будут выращиваться томаты и какая-то зелень пока вот в планах, скажем, этой компании. Ну и, соответственно, достаточно большое движение через село Колхозное, вы знаете, там дорога грунтовая, соответственно, большое количество пыли. Надо подумать, скорее всего, что мы будем там делать асфальтирование дороги. Алексей Васильевич, ну, в завершении нашего разговора, что бы Вы хотели пожелать уже в наступившем году жителям Невельского района? Пользуясь случаем, хочу поздравить своих земляков, невельчан с Новым годом, с Рождеством, пожелать, прежде всего, простого человеческого счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, знаниях, мирного неба над головой, благополучия, всего самого-самого наилучшего. Спасибо, Алексей Васильевич, за пожелания и за интересный разговор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова